Всем привет! С нами снова на связи Сергей Ланшаков. И начиная с данного видео, мы с вами переходим ко второму блоку зимней школы робономики. Что мы будем делать во втором блоке? Во втором блоке мы будем с вами строить сенсорную сеть умного города. И строить мы её с вами будем таким образом, чтобы обеспечить желательно, надеюсь, у нас это получится, три вида коммуникации, которые мы поддержали на платформе робономики. А именно, мы с вами начнем с процесса построения открытой и бесплатной в использовании сенсорной сети. Примеры таких, например, один из самых близких проектов это народный мониторинг. Можете найти его в сети интернет. Это веб-сайт, который содержит в себе спецификации и карту, на которой отображаются источники данных по погоде, видеокамер. И люди просто делятся данными со своих устройств. Почему люди это делают, мы не будем обсуждать. Людям интересно. Гики любят тестировать китайские устройства. DIY-щики любят что-нибудь спаять. Ну и в целом есть у людей зачастую потребности, как у ехатьменов, например, делиться погодой с собратьями по несчастью, застрявшими где-нибудь по соседству в шторме. Ну и, соответственно, сценария в применении открытым сенсорным сетям, в которых информация предоставляется бесплатно, в которой можно подключить просто свой источник данных, и он станет доступен для всех остальных участников, найдется, и вы сами, я думаю, себе в голове нарисуете не один десяток сценариев для этого применения. Что интересно в нашем случае, что в отличие, например, от того же самого народного мониторинга, где администратору приходится тратить денежные средства на поддержание инфраструктуры, а именно, как минимум, на поддержание интернет-сайта, с помощью peer-to-peer технологии мы с вами можем построить сенсорную сеть с нулевыми издержками. Тут, конечно же, маленький чит в этом понятии заложен. То есть, издержки все равно есть, но они лежат на плечах самих пользователей. То есть, те, кто пользуются, те, кто обращаются к данным, и те, кто поставляет данные, сами и поддерживают работоспособность платформы. Но ведь неудивительно ли это? Дальше мы с вами, когда построим открытую сенсорную сеть, мы с вами будем учиться фильтровать данные в децентрализованном приложении по источнику. То есть, мы с вами внедрим Access Control List, список доступа в приложение, с помощью которого будут фильтроваться источники данных. А дальше мы с вами внедрим систему личных кабинентов, которые позволят реализовать механизм подписки на запуск и сбор этих данных со стороны пользователя. То есть, мы научимся фильтровать как источники данных, так и, по сути, фильтровать пользователей по условию, есть ли у них подписка. И третий сценарий создания сенсорной сети, которую мы с вами попробуем на втором блоке, это создание так называемого на английском IoT Data Marketplace. То есть, рынка покупки и продажи данных с умных устройств. Топик горячий сегодня по миру. И, соответственно, мы покажем в конце второго блока, каким образом можно создать рынок, в котором будут публиковаться предложения о запуске некоторого набора датчиков, сенсоров после получения платежа от пользователей. И самое, что здесь будет великолепное, что процесс сбора данных, запуска этих сенсоров и предоставление данных пользователей будет приходить в автоматическом режиме после того, как AIR увидит, что пришел платеж на умный контракт. Но начнем мы с самого первого, как я сказал, с построения открытой и бесплатной сенсорной сети. И чтобы сделать первый шаг, мы постараемся его тоже сделать простеньким, мы с вами будем мерить погоду на горе Фудияма. Все вместе, со всех экземпляров AIR, каждый, кто будет проходить уроки, померяет погоду на горе Фудияма, сделает свое децентрализованное приложение. Не бойтесь, писать особо не придется, мы просто сделаем форк от репозитория с кодом, который уже есть на GitHub AirLab, и запустим его у себя на GitHub Pages. Вот здесь у меня еще на экране сейчас вы можете увидеть страничку на сайте AIR.Live, которую подготовили инженеры вместе с нашим Creative Depp'ом о том, с предложением, да, и в очень простой форме с перечислением того, какие преимущества может принести peer-to-peer технологии, open-source peer-to-peer технологии для пользователя робономики. И вообще я надеюсь на следующей неделе провести что-то вроде дискуссии онлайн, запись которой мы выложим тоже в данный плейлист зимней школы робономики о бизнес-девелопмент истории. То есть мы пообсудим опыт, который накопили за последний год общения и участие в конференциях по тематике IoT, Smart City, с точки зрения влияния на тех, кто принимает решения, какими доводами мы пользуемся и о чем у нас получается договориться, какие вещи мы для себя подчеркнули. И в общем всю историю, которая касается больше бизнес-процесса, чем технического процесса, я надеюсь на следующей неделе обсудить в онлайне и выложить также в YouTube запись. Но пока давайте вернемся к техническим шагам. Что нам с вами нужно? Во-первых, нам нужно с вами будет зарегистрироваться вот на вот этом веб-сайте openweathermap.org Для чего? Чуть попозже. И нам нужен с вами будет GitHub AeroLab. Нам с вами нужен будет, конечно же, запущенный экземпляр Aira релиза 0.17.1 на виртуальной машине. И нам нужно с вами будет SSH соединение в моем случае с Ubuntu к виртуальной машине. Я заметил, кстати, что по чату, что много у кого возникают сложности. Зная некоторых людей, которые описывали сложности, все-таки это связано скорее с недостаточной квалификацией. Антон, не обижайтесь. Я думаю, что нужно просто собраться и на эту свежую голову еще раз попробовать, и все у вас получится. Вот. Но момент какой-то нужно помнить, что у вас от сессии к сессии IP-адрес будет меняться. Если вы в режиме Bridge, то, соответственно, не забывайте, запустив Aira в виртуальной машине, вызвать ifconfig и посмотреть новый IP-адрес. Вот у меня 20.131 сегодня. Я уже по этому IP-адресу подключался. Поэтому не удивляйтесь, что он меня не спрашивает об установке соединения первый раз. Вот. Но не забывайте проверять у себя и не удивляйтесь, что когда вы обращаетесь по старому IP-шнюю, которая вчера действует, что вам консоль или терминал выдает сообщение о том, что, ой, извините, а я ничего не могу найти. Итак, кстати, я проверю у меня уже, так как я уже проходил уроки, у меня есть репозиторий Robonomics Winter School. Я его сейчас удалил. Я возвращаюсь на GitHub. Здесь вот в незакрепленных репозиториях, а в списке можно найти репозиторию Abonomics Winter School. Давайте мы его с вами склонируем. И после того, как мы с вами его склонируем, нам нужно будет поправить пару строчек. Очень будет похоже на то, что мы с вами делали в четвертом уроке предыдущего первого блока, когда мы работали с шаблоном автономного агента. Это, но единственное отличие, которое стоит сразу же обговорить. В четвертом уроке прошлого блока мы с вами редактировали торговый узел и выбирали стратегию работы на рынке. Отвечать на спрос предложением или предложением на спрос. Так как, начиная с данного урока, как я сказал, мы будем строить открытую и бесплатную сенсорную сеть, стратегии торговых здесь, скорее всего, вам и не понадобится. Поэтому мы будем с вами редактировать файл рабочего узла, который в предыдущем уроке мы с вами не трогали, запускали без изменений. То в данном случае, в данном уроке мы с вами как раз не будем трогать торговый узел и вообще мы его не будем запускать у Аиры, а мы исправим рабочий узел Аиры и пересоберем и запустим только его, чтобы получить данные с вершины горы Фудзияма. Соответственно, что нам теперь нужно, когда мы скопировали репозиторий? Давайте перейдем в директорию и дальше нам с вами нужно открыть как раз-таки файлик по следующему пути для редактирования. Находясь в директории Abonomics Winter School 2018, мы открываем в редакторе Fujiweather slash script slash worker node. Вот как раз тут как раз рабочий узел, о котором я говорил. И здесь спускаемся немножко и находим вот такую строчку to do uncomment if you want to provide service free. то есть раскомментируйте, если хотите, чтобы Аир оказывал услугу бесплатно. Мы это раскомментируем. Спускаемся ниже, пока что еще не сохраняемся, практически в самый низ и находим здесь получить данные в округе горы Fuji. И здесь есть API-ключ. Я очень вам советую и рекомендую поменять дефолтный ключ, который идет в коде, на ваш персональный. И для этого нам как раз нужна будет регистрация на сайте openweathermap.org. Очень легко зарегистрироваться. Одна форма, после чего вам придет на почту вот такое письмо, и там будет ваш личный ключ доступа к этому сайту. Мы его скопируем, вставляем в эту строчку, сохраняем, выходим, открываем снова, перепроверяем, что у нас здесь раскомментирована строчка, которая позволяет Аире без торгового узла просто отвечать на любой приходящий спрос в сети Robonomic своим результатом замеров. И, соответственно, чтобы замерить, мы берем источник из интернета по нашему API-ключу. Если вы не поменяете, оставите дефолтный, вы можете попасть в ситуацию, что данных никаких не вернется, и вы не будете знать, то ли вы ошиблись, то ли все-таки просто ключ используете, потому что ограничения у этого сайта, они там не тысячи, не десятки тысяч запросов от одного API-ключа, а, по-моему, в районе пяти запросов в час, поэтому, если кто-то с вами вместе в один час будет проходить данный урок, то вы можете оказаться в ситуации, что данных вы получите не по своей ошибке прямой, а из-за линии в плане регистрации. Окей, все, я проверил. Мы отредактировали файлик пакета, получается, Аиры. Теперь, что нам нужно сделать? Хоть как и в прошлый раз, нам нужно пересобрать данный пакет для Аиры. Единственное, если в прошлом раз, в четвертом уроке первого блока мы с вами вызывали NixBuild релиз, то нам нужно теперь релизному файлику еще указать, что именно мы хотим, что за пакет мы хотим для Аиры собрать, потому что там уже теперь не один, а их несколько. И вот в данном случае нужно добавить Fuji, нижнее подчеркивание, WESA. Соответственно, команды тоже все будут в описании к уроку, подсматривайте в них. Давайте соберем. Вот, соответственно, собрав, дальше нам с вами нужно прописать окружение, тоже находясь здесь, в директории у нас result.setup.z.ch, прописываем, и дальше можно вызвать ROS-launch, Fujiweather, пробел worker.launch, то есть, мы как раз запускаем наш рабочий узел сервиса Fujiweather, AIR-launch. Так, и вот мы видим, что происходил запуск, рабочий узел запущен. Что теперь нам с вами нужно? В прошлый раз мы с вами, чтобы проверить, шли в дезинтрализованное напряжение, которое предоставлялось нами на GitHub Pages, то есть, нами это AeroLab. А давайте теперь мы с вами сделаем свой форк на GT себе. Итак, вот у нас с вами есть здесь репозитория Banomics Winter School. Нам с вами нужно вот здесь найти кнопочку форк, выбрать свой аккаунт и выполнить в него форк. Это занимает довольно мало времени, примерно полминуты и даже меньше. Смотрите, что теперь нужно сделать. Вы можете перейти в Settings. Кто никогда не работал с GitHub Pages, вот смотрите сейчас, как это выглядит. Здесь увидите разницу после сейчас одной манипуляции. Возвращаюсь обратно. И мне нужно вот здесь вот есть ветка GHA Pages. Не обязательно в нее, можно, по-моему, в основной репозитории сделать commit. давайте мы сюда Rhythm добавим в GHA Pages. Неважно, можно ничего не менять, просто добавить Rhythm и commit new файл. И после этого можно обратно вернуться в Settings и посмотреть. Ваш сайт готов для публикации. Вот insertionis.github.io slash Arbonomous Winters 2018 он еще кстати не завелся. удивляйтесь, 404 ошибка может выдаться. Он может некоторое время еще подниматься. То есть URL уже доступно, а по факту еще сервера на GT на это не ответили. Надо нужно немножечко подождать, чтобы запустить. Давайте тогда я на паузу пока поставлю. В общем немного магии, которая бывает вокруг не только наших разработок open-source но и сервисов сторонних и крупных и малых. В общем подождал я минут 5-10 попытался подождать пока откроется. Но у меня возникли сложности, хотя сейчас видите запустилась. Я просто переключал на мастер бренч сейв сделал, потом обратно гитхаб бренч и тадам в общем у меня даб вот он запустился на моем ghpages то есть название моего аккаунта на гитхаб потом гитхаб айо и слэш название репозитория который у меня соответственно был форкнут и что мы здесь видим мы здесь видим очень похожее децентрализованное приложение на то которое мы встречали во втором и четвертом уроке называется она у нас Fujiweather погода на горе мы видим что она настроена на sidechain не забываем что мы с вами должны находиться в aerolab sidechain https sidechain точка аира точка live rpc и отсюда мы теперь можем сделать запрос к аире так здесь я проверю что ничего не изменилось за время пока я разбирался с github pages и давайте теперь подпишем сообщение о том что мы хотели бы узнать погоду на горе фудзияма отправили сообщение так вот уже я вижу что есть хэш данных эти данные сейчас этот лоудер означает вообще в разработке саши старостана нужно читать как квест он очень любит любит придумать интересные игры с его интерфейсами что например означает этот лоудер этот лоудер означает то что мы видим что есть данные по ipfs по данным по вот этому хэшу но мы их еще не смогли скачать через ipfs то есть мы до них достучаться до этих данных еще не можем давайте посмотрим что здесь произошло а здесь работа выполнилась смотрите что мы видим мы видим что рабочий узел аира увидел входящий спрос увидел опять очень похоже то что было в четвертом уроке мы увидели сколько стоит от кого пришло сообщение дальше мы взяли и отправили результат вот у нас есть на 7 кю заканчивающийся и здесь мы тоже с вами видим что на 7 кю заканчивается то есть что как проверить от вашей аиры пришло в децентрализованное приложение результат потому что я помните говорю что может еще прийти от нескольких кто-нибудь если будет онлайн то он тоже пришлет соответственно вам данные вот w7 кю в конце моего хэша смотрим с каким хэшем w7 кю это значит данные от моей аиры давайте попробуем отсюда их открыть и наверное мы столкнемся с такой же ситуацией что надо подождать пока данные станут доступны в сети после чего их уже интерпретируют децентрализованное приложение мы сейчас работаем кстати в команде над тем чтобы параллельно процессу публикации и предоставление данных через ipfs со своей вокальной аиры мы сейчас будем ставить те же самые данные отправить на добавление в ipfs есть функция pin то есть закрепить данные на какой-нибудь публичной ноде в сети интернет с которой много подключений по умолчанию ipfs клиентов и я думаю что это ускорит процесс выведения этих данных так что терпитесь терпения будет наверное урок отдельный как этот патч подключить чтобы недолго ждать публикации данных ну в общем сейчас я тоже подожду пока через ipfs дойдут данные и соответственно посмотрим на них и так ну в общем я немножечко поводился подождал и сейчас готов показать вам как раз таки рабочий финальный сценарий проделанной нами с вами работы в общем вот отправил сообщение наладилась нормальная связь по ipfs лаиры заняло это соответственно около 15 минут чтобы она в онлайне повисела попыталась поиспользоваться ipfs и вот что мы увидели увидели что погода на горе фудияма сейчас облачная 10 градусов тепла облака ну и вот данные а еще на удивление что меня порадовало Саша старостин не просто выкинул джейсон нам с вами а даже сделал виджет вывел сюда о боги это случилось в общем вот такой у вас результат должен тоже получиться давайте еще раз попробуем его вызвать посмотрим потом зайдем в консоль аиры чтобы перепроверить что все у нас еще раз у нас запрос ушел qklr а это у нас был vrv посмотрим что у нас тут qklr vrv вот прошлую задачку которую я только что показывал вот я до этого еще немножко поэкспериментировал пока связь налаживалась и вот еще один раз отправилась и посмотрим ну а здесь опять возникли какие-то перебои на канале в общем как я сказал мы постараемся в начале следующей недели добавить патч который будет параллельно тому что делать доступным по хэшу данные самой аиры виртуальной машины чтобы еще аиры их отправляла на добавление на какую-нибудь публичную ноду вроде инфуры с которой чтение будет происходить вероятнее и быстрее чем нежели данные будут эти появляться от вашего нового экземпляра аира в сети IPFS где добраться до них нужно будет подождать от 15 до 30 минут в общем ждите пример того как должно выглядеть готовое сообщение я показал а со сложностями как раз будем с вами дальше разбираться будем учиться как делать так чтобы у нас с вами окошко было не слоудером у пользователей постоянный а всегда приходили данные что нужно подшаманить мы будем с вами в следующих уроках дальше изучать в общем все пробуйте пишите комментарии или пишите в чат школы или чат сообщества как вам удобнее будет и проходите уроки ждите следующих задачи инструкций по тому как развиваться мы будем дальше в области сенсорной сети все спасибо за внимание пробуйте спасибо спасибо Продолжение следует...